Иметь свой собственный большой и ухоженный парк – давняя мечта жителей Ленинского района. И совсем скоро она может стать реальностью. Монастырскую заимку «Плодушка» – место с удивительной историей и атмосферой. Областные и городские власти планируют благоустроить и реконструировать. Подъездные пути, пешеходный тротуар, освещение и санитарная уборка – все это уже сделано. Впереди главная задача – сохранение уникальных для Южного Урала зеленых насаждений. Деревья переписаны и по каждому дереву даны рекомендации, как с ними обращаться, в каком они находятся состоянии. И самая главная задача в ходе проектирования – сохранить все зеленые насаждения и добавить деревья, которых здесь не хватает. Всего в некогда большом фруктовом саду, возделанном послушницами местного монастыря, сохранилось 64 вида редких растений. Старейшим яблоням здесь более ста лет. И, как говорят местные жители, многие из них до сих пор плодоносят. Здесь были фруктовые деревья. Мы сюда ходили, собирали яблоки, груши. Все, что можно было. То есть на этом выросли, короче? На этом выросли, да. Понятно. Но сейчас то, что Борис Александрович хочет сказать большое спасибо, что вы обратили на нас внимание. Именно на эту зону парковую. И мы обещаем вам, что жители района примут активное участие в благоустройстве. В этом году на развитие плодушки направлено 9,5 миллионов рублей. Идет активная разработка проектной и сметной документации. Надо за три года, то есть за 19, 20, 21, ну все-таки притворить в жизнь вот эти проектные решения и те решения, которые с жителями согласованы. Этот парк, который, ну надо его, нам его увидеть, нам надо его так обработать, чтобы он действительно соответствовал вот этому доброму названию плодушка. То есть все названия уже есть, мечта уже есть, планы есть, деньги будем выделять. Тихая прогулочная зона, игровые площадки для детей и геопарк, который будет посвящен истории и краеведению Южного Урала. Благоустройство будущего парка стало частью федерального проекта формирования комфортной городской среды и программы губернатора «Реальные дела». Анастасия Мельникова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.